МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии праздника в городе прошло множество мероприятий. Ключевое из них в субботу в торговом центре Кумертау, ставшее уже традиционным под названием «Мамин городок». Папы-дети могли попробовать себя в каждой профессии. Мастерству строителя, швеи, доктора, воспитателя, ученого мог обучиться любой желающий. Наш детский садик совместно с гимназией номер один разыгрывает площадку «Воспитатель-учитель». То есть это дошкольно-образовательное учреждение и гимназия. Показывает цикл воспитания ребенка, начиная с детского сада и гимназии. Сегодня мы нашим коллективом выехали сюда, естественно, для того, чтобы показать мастер-класс с расходным материалом, чтобы деткам, наверное, тут показать, как делаются небольшие поделки. Но мы сегодня рекламируем профессию учителя, поэтому сегодня детки, которые к нам подойдут, узнают, кто такой учитель, для чего он нужен, и какая-то самая замечательная профессия. Для детей младшего школьного возраста у нас есть свои задания, для детей постарше – свои задания. Каждый ребенок сегодня уйдет у нас с дневником. Конечно, не настоящий школьный дневник, но по-своему символичный. Там также есть название предмета, оценка и роспись учителя. На следующей станции внимание было приковано к работе органов внутренних дел. Здесь все по-настоящему. Снятие отпечатков пальцев, составление фоторобота, а также дети смогли облачиться в форму ОМОНа. По словам организаторов площадки, с такими сложностями некоторые дети справляются хорошо. Несмотря на то, что на умение составлять фоторобот уходит большое количество времени. Просто надо тонкости знать, и там составляются. Но у нас ребята, полицейский класс, нам помогают наши школы. Они обучены этой программой, у них есть специальный спецкурс. То есть все, что здесь представлено, в принципе, для них не новое, они все это знают. Поэтому они могут детям подсказать, с чего начать. Легче с прически, потом с ушей, глаз, подбородок. Поэтому, ну и да, не просто. Вот, например, мой фоторобот не смогли составить. Ну, а некоторые получаются очень даже близко к оригиналу, так скажем. Здесь же работала площадка для юных водителей. По окончанию курса дети получали права, которыми в будущем смогут воспользоваться. Небольшие такие права мы сделали детям. Это говорит о том, что дети уже какой-то урок уже освоили об этом. Вот так вот примерно они выглядят. И что они могут с этим правом делать? Могут, пока не менее, в парке кататься свободно, спокойно. Мероприятие «Мамин городок» стал для города традиционным. И уже второй год подряд проходит в торговом центре Кумертау. Это не случайно. Ведь именно здесь мамы смогли не только развлечь своего ребенка, но и сами отдохнуть. Для этого работала игровая площадка. Дорогие ребята, а также и родители, у нас сегодня есть еще такая вот замечательная вещь, как боди-арт. Пожалуйста, те, кто хочет сегодня быть яркими, разноцветными, подходим. Мероприятие посетила заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Она побывала на всех площадках, пообщалась с организаторами и детьми. По ее словам, праздник в городе удался. Я думаю, что сегодня у нас состоялось мероприятие, и цели достигнуты. Я очень благодарна всем учреждениям, во-первых, образовательным нашим учреждениям, всем предприятиям, всем учреждениям социальной сферы, социальной защиты, что они смогли организовать и сделать очень интересные площадки для детей раннего дошкольного возраста, чтобы увлечь их в мир профессий. Придумки замечательные, каждая площадка уникальна в своем роде. Каждый придумал, как увлечь ребенка, что показать в этой профессии, и практически, как ее попробовать руками. Я думаю, что этот опыт обязательно продолжится. Мероприятие «Мамин городок», приуроченное к празднику День матери, посетило более 2000 граждан. И можно с уверенностью сказать, что данный праздник для города с каждым годом становится более значимым. В четверг в Доме культуры «Рассвет» состоялся праздник «Родословный» и концерт, посвященный Дню матери. Не случайно эти два события были объединены. Ведь для матери, хранительницы домашнего очага, именно семья является главной ценностью. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. В этом году на празднике «Родословный» приняли участие четыре семьи. Это Дашкины, Габясовы, Байдугановы, Маликовы. По словам организаторов, из года в год жители города активнее изучают свои корни. Причем это представители разных национальностей. О своей семье, родственниках и далеких предках участники этого года готовы были рассказать зрителям. Их выступление оценивало строгое жюри. Прежде всего, будем обращать внимание на глубину корней, на количество родов в этой семье, на бережное отношение к своим реликвиям, преемственность поколения. И, естественно, будем оценивать творческое отношение к сегодняшнему конкурсу. В зале Дома культуры «Рассвет» собрались люди, которые чтят семейные традиции, бережно хранят историю своего рода и продолжают изучение своей родословной. Много интересного об истории рода, о знаменитых предках и родственниках рассказал представитель семьи Дашкиных Фанус Хадиевич. На праздник они пришли в большом составе. Супруга, дети, внуки, близкие родственники не остались в стороне. Мы знаем свое родословное до 28-го колена. Естественно, знание родословного, я считаю, очень важно. Я поэтому стараюсь, чтобы мои дети, внуки знали историю своего рода. И, естественно, чтобы они помнили, что вот какими они были, их предки, и они, чтобы с них взяли пример. Евгений – самый младший представитель семьи Байтугановых. Ему всего 4 года. Семью пришли поддержать воспитатели детского сада «Березка», который посещает малыш. Байтугановы подготовили выступление на сцене, видеопрезентацию. Выставкой семьи украсили изделия ручной работы, традиционные блюда чувашской кухни. Особый национальный колорит празднику сумели придать солисты фольклорного коллектива. Как стали участниками, у нас сын ходит, скажет, что «Березка», будь здоров. И вот попросили выступить, предоставить свое родословное. Ну, сразу же согласились. А что много узнали? Много того, что большое у нас поколение. Поколений много, начиная с 1762 года. Много поколений. Много интересного об истории своего рода узнали Габясовы. Эльмир и Елена подготовили богатый материал. Их исследования дополняют многочисленные семейные реликвии – предметы старины. Здесь и старинные посуды, медали деда, его письма, треугольники с фронта, фотографии. Рассказывает выставка и об увлечениях и занятиях семьи. Это пчеловодство, охота, сбор трав, рукоделие. Любит семья и готовить. В основном это традиционные блюда национальной кухни. Еще одна башкирская семья, которая принимала участие на празднике – Маликовы. Своё выступление они начали с музыкального номера. Одни занимаются творчеством, другие – рукоделием. Все семьи разные и уникальны по-своему. Но всех участников объединяло чувство гордости за своих предков, близких людей. Теперь интерес к изучению родословной они планируют передавать своим детям. На сцене были представлены семейные традиции и культура чувашского, башкирского и татарского народов. Вместе они сумели сделать праздник ярким и незабываемым. Выступления участников сопровождались концертными номерами. Песни и танцевальные композиции были посвящены самому дорогому человеку – маме. И это не случайно, что семейный праздник объединён с празднованием Дня Матери. Ведь для мам хранительница домашнего очага именно семья является главной ценностью. Поэтому всех присутствующих поздравила начальник управления культуры Татьяна Лихачёва. Уважаемые участники, мы все с вами участниками, все являемся участниками этого прекрасного действия. Разрешите мне поздравить наших участников с таким прекрасным праздником и участием в нём. Я хочу сказать, что сегодня априори не может быть побеждённых, потому что участие в этом конкурсе уже является победой для каждой семьи. А всех мам присутствующих разрешите мне поздравить с таким прекрасным праздником. Счастья, здоровья и семейного благополучия. Всем с праздником! По итогам конкурса все участники стали победителями в различных номинациях. 2016 год подходит к концу, а средства на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства ещё остались. На этой неделе в администрации городского округа состоялось итоговое заседание по конкурсу, которое проходило с 20 октября по 5 ноября. Сколько бизнесменов получили финансовую поддержку, узнавал мой коллега Константин Меркушев. На данном заседании было представлено 4 вида поддержки. Стартап, лизинг, приобретение оборудования и социальное предпринимательство. Всего в этом конкурсе было подано более 120 пакетов документов на сумму более 100 миллионов рублей. Из них прошли конкурс на отбор 26 предпринимателей. Среди них и были распределены оставшиеся средства из федерального, республиканского и муниципального бюджета. Стоит отметить высокую заинтересованность бизнесменов в конце года. Наконец сарафанное радио сработало и люди наконец-то узнали о том, что идет массовая финансовая поддержка. И соответственно начали активизироваться. Наибольшую сумму среди всех предпринимателей получил завод стройиндустрии. Это около 15 миллионов рублей. Потрачено на приобретение оборудования. Естественно завод в этом году полностью обновляется. Они закупили очень большое количество оборудования на сумму более чем 30 миллионов рублей. Соответственно половину мы им возместили. Это было крайнее заседание. Деньги из бюджетов освоены полностью. Около 98 миллионов рублей. В городе появятся новые рабочие места. Что безусловно положительно скажется на экономику нашего города. На данный момент мы оказали поддержку в полном объеме. То есть денежные средства у нас закончились. Мы все освоили. И всего из федерального бюджета, из республиканского бюджета, из муниципального бюджета у нас получили поддержку 109 человек. На сумму, повторюсь, 98 миллионов. И создадут они около 230 новых рабочих мест. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания АРИС. Страхование имущества – один из наиболее эффективных способов снизить возможный ущерб в случае чрезвычайных происшествий и обезопасить свое имущество. К сожалению, немногие обременяют себя вопросом страхования. А вот почему стоит об этом задуматься уже сегодня, узнавала Гульнас Филатова. Этим летом по городскому округу прошел серьезный ураган. Кровли нескольких домов были серьезно повреждены, в том числе и в частном секторе. Особенно серьезно пострадали дома в селе Ира. Разумеется, люди обратились за помощью в администрацию. В бюджете города на эти цели у нас заложено только 100 тысяч. И то само положение говорит о том, что мы можем использовать их только в том случае, если по городскому округу мы объявим чрезвычайную ситуацию. Но есть очень много моментов и норм, что нужно для того, чтобы эту чрезвычайную ситуацию в городе объявить. За счет привлечения вне бюджетных средств частичная помощь в восстановлении жилья была оказана. Но этот случай показал, что полноценное и быстрое решение подобных проблем невозможно силами одного лишь государства. Чуть больше месяца назад администрации было получено письмо от Министерства чрезвычайных ситуаций с указанием проинформировать население о вариантах страхования жилых помещений, домов. При несчастных случаях, пожарах, заливах и взрывах, а также стихийных бедствиях собственники квартир не сумеют найти достаточно средств для быстрого решения проблемы. За счет страховых выплат можно добиться снижения расходов и компенсации ущерба. Всем нам кажется, что мы отойдем. Нас это обойдет. Я вот после Ировки застраховал свое жилище. Вот государство в конкретном случае будет смотреть, стоит ли частично возмещать или не стоит. А уже страховая компания при любом нанесении ущерба, в зависимости от того, как он был нанесен, она возбестит. Исходя из инструкций данных службы МЧС, в администрации было собрано совещание, на которое пригласили страховые компании. У одной из них появилось желание работать в нашем городе. Будут заключать договор с жилком сервисом при разноске квитанции, отдельной квитанции. Напоминаю, что отдельной квитанции будет доставлена на выплату страховых взносов. Она будет производиться поэтапно. Весь страховой взнос будет разбит на год. Как уверяют страховщики, даже если после двух-трех платежей, то есть после двух-трех месяцев наступит страховой случай, он будет выплачен. Вместе с первой квитанцией на оплату будет предоставлен договор, который будет считаться заключенным при условии оплаты первого взноса. Администрации города проводят тщательный отбор всех страховых компаний, предлагающих свое сотрудничество с населением, дабы исключить мошеннические организации и тех, кто недобросовестно исполняет свои обязанности. Если несколько страховых компаний предложат свои услуги и пройдут отбор, тогда, соответственно, жителям доставят две или три раздельные квитанции. Поэтому каждый сможет решить, с какой страховой компанией заключать договор и на каких условиях. До Нового года планируется ознакомить население со страховыми компаниями и их услугами. Будут проведены мероприятия, на которых жители смогут пообщаться с представителями организации, задать им свои вопросы, узнать подробнее о том, в каких случаях предоставляются страховые выплаты. Реализуй свои мечты, а не чужие. Именно под таким девизом в городе состоялся семинар для начинающих бизнесменов и для тех, кто еще мечтает им стать. Подробнее мой коллега Константин Меркушев. Молодежь – особая часть общества, которая находится на стадии становления как социальной, так и возрастной. В плане трудоустройства молодежь также проходит стадию определенного становления. Тем важнее работа по вовлечению этой группы в предпринимательство. Молодому человеку, разработавшему реальный проект, не надо идти к работодателю. Он не только трудоустраивает себя, но и создает рабочие места для других. Малый бизнес может стать хорошим полем для самореализации молодежи. Так, 23 ноября в здании АРТ состоялся тренинг-семинар «Ты предприниматель». В конференц-зале собрались студенты учебных заведений и уже состоявшиеся бизнесмены. Данная программа действует уже несколько лет. На сегодняшний день в Республике Башкортостан реализуется федеральная программа «Ты предприниматель». Оператором программы является Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Цель программы – содействие молодежи, начинающим предпринимателям до 30 лет в развитии их бизнеса, а также в реализации их идей. Мы сегодня приехали в город Кумертау, чтобы работать по направлению программы «Ты предприниматель» и «Ты предприниматель» наставничество. Мы сегодня приехали с двумя предпринимателями нашего города, которые ответят на вопросы в области менеджмента и продвижения в интернете и в соцсетях интернет-маркетинг. Думаю, что тема достаточно интересная и наши опытные действующие предприниматели могут ответить на вопросы нашей молодежи, предпринимателей и смогут в дальнейшем быть их наставниками. Как мы сами убедились, программа очень обширная. Она включает в себя очень много направлений, в том числе тренинги, работа с аудиторией, персональная работа с начинающими и действующими предпринимателями до 30 лет. Любой желающий может работать с наставником, если он запишется в клуб. Мы работаем практически во многих родах нашей республики, в том числе и в городе Уфе. В мероприятиях все в рамках программы «Ты предприниматель» они бесплатные. Подробнее о программе можно узнать на портале АИС «Молодежь». Константин Меркуша, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В Кумертау представлено множество учебных заведений профессионального образования, и каждый выпускник может выбрать, где получить желаемую профессию. Более того, специалисты оказывают им помощь в подборе будущей специальности. Именно с такой целью в Центре детского творчества прошла ярмарка учебных вакансий. На ярмарке побывала Айгуль Мухамедшина. «Я бы в рабочие пошел, пусть меня научат». Эти строки из стихотворения Маяковского в последнее время были наиболее актуальными. Ведь, по мнению специалистов, на рынке труда востребованы рабочие кадры. Впрочем, здесь можно добавить, что хороший специалист ценится в любой отрасли. Для того, чтобы помочь молодежи определиться с будущей профессией, в нашем городе ежегодно проводятся ярмарки учебных вакансий. Как и раньше, мероприятие проходило в два этапа. В 12 часов в зале Центра детского творчества собрались учащиеся девятых классов. Будущих авиаторов, юристов, механиков, инженеров поприветствовала заместитель главы администрации Наталья Лапшина. У вас наступила уже очень ответственная пора, когда вам нужно, во-первых, качественно подготовиться к экзаменам, во-вторых, выбрать свой жизненный путь и выбрать то направление, по которому вы будете обучаться после школы. Я от всей души вам желаю сделать правильный выбор, оценить все свои возможности, прислушаться к своим желаниям внутренним и увлечениям, сделать правильный выбор, выбрать профессию, отучиться и уже в городе найти для себя рабочее место. С пожеланиями удачного выбора профессии и напутствиями обратилась директор Центра занятости населения Нина Гаскарова. Еще раз задумайтесь о том, какое направление вам подходит. Пользуясь случаем, задайте все вопросы, которые вас интересуют и беспокоят в связи с выбором профессии. В рамках проекта развития кадрового потенциала Кумертауса этого года ярмарки проводятся в новом формате. Программа предполагает всестороннюю профиориентационную работу с молодежью. Не случайно работа начата уже в начале учебного года. Так учащиеся уже более осознанно будут выбирать предмет для сдачи экзаменов. Кроме этого, школьники в течение предыдущей недели познакомились с деятельностью профессиональных образовательных учреждений непосредственно на местах. Молодые люди считают, что ознакомительные экскурсии были полезными. Многие выбрали будущее место учебы. Мы были в горном колледже. Там было много чего интересного. Мне понравилось больше всего, когда мы были как судьи, присяжные на юриста. Нам все рассказывали. Мне понравилось, когда мы там все говорили, свои мнения высказывали. Вот я думала, может быть, после 11 поступить на юриста. У меня другой город вообще был в планах. А тут понравилось то, что ты юрист, поэтому, может, на юриста пойду. Ну, мне понравилось в УГАТУ. На военные можно поступить. И хочу стать военным. На ярмарке представители учебных заведений еще раз рассказали будущим абитуриентам об условиях приема, о специальностях, которые есть в нашем городе. Выбор профессии – непростая задача. Это одно из наиболее значимых решений, которые в своей жизни принимает человек. При этом важно не ошибиться, а выбрать действительно то, что нравится именно тебе. Поэтому после выступления представителей техникумов и колледжей в фойе было организовано тестирование. Участники ярмарки могли обратиться к психологам, чтобы узнать, какие профессии им подходят. Для этого сначала нужно было ответить на специально подготовленные вопросы. Мы диагностируем по пяти типам профессии и какой профессию предпочитают, какие профессии туда подходят. То есть человек-человек, человек-природа, человек-техника, человек-знаковый образ. То есть какие туда попадают профессии. Второй этап ярмарки рассчитан для учащихся 11-х классов. С ними встретились представители высших учебных заведений города. 23 ноября на базе Кумертовского филиала Оренбургского государственного университета состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы функционирования систем транспорта». О целях и задачах этой конференции далее. Основная цель данного заседания – взаимодействие между студентами и работодателями. Взаимосвязь нужна для того, чтобы выстроить дальнейшую деятельность студента в будущем. Для этого научные конференции просто необходимы. Педагоги даже приравняли конференцию к празднику. Конференция – это праздник для университета и важность ее нельзя недооценивать. То есть это то время, когда объединяются и студенты, и преподаватели, и представители с производства и пытаются решить какие-то проблемы. Во втором корпусе Кумертовского филиала АГУ собрались преподаватели, студенты и представители производства. Поприветствовал всех собравшихся директор филиала Оренбургского государственного университета Татьяна Сазонова. Она отметила значимость организации предприятий и работодателей, как основного фактора развития инновационного потенциала общества. Возможно ли представить нашу жизнь с вами сегодня без транспорта? Я думаю, что нет. Заниматься не только производственным сектором, но и внедрять научные разработки на производственных предприятиях. В пленарной части конференции выступили представители предприятий автотранспортной отрасли Республики Башкортостан и Республики Татарстан, преподаватели транспортного факультета Оренбургского государственного университета и Кумертовского филиала АГУ. Гости автотранспортных предприятий отметили важность таких заседаний. Эти встречи очень взаимополезны. То есть, я думаю, что не только студенты получают от нас ту информацию, которая им пригодится в будущем, то есть уже при трудоустройстве, но и работодатели мы, то есть потенциальные работодатели, очень многому учимся от студентов и получаем тоже очень полезную информацию. Работа конференции продолжилась заседаниями двух секций по направлениям технологии транспортных процессов и техническая эксплуатация средств транспорта. Приняли участие преподаватели и студенты высших учебных заведений, средних, общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений Республики. Участники конференции отметили актуальность и новизну тематики представленных докладов, в которых освещались проблемы, связанные с фермированием кадрового потенциала предприятий транспортной отрасли. По итогам работы конференции были выработаны направления решения проблем функционирования систем транспорта. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В историко-кроведческом музее состоялась встреча депутатов с представителями старшего поколения. Тема обсуждения — итоги реализации проекта «Социальный туризм». Дело в том, что программа в этом году заканчивается. А вот будет ли она продлена, узнавали мои коллеги. «Социальный туризм» в городе Кумертау — это проект, рассчитанный для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно условиям, туристы оплачивают лишь 40% от стоимости тура. В этом году принятая на 4 года программа заканчивается. Будет ли она продолжена? Это зависит от многих составляющих, в том числе от мнения самих туристов. Чтобы узнать это, представители партии «Единая Россия» провели встречу с пенсионерами. 21 ноября по всей стране, по всей России стартовала декада общественных приемов. В связи с тем, что 1 декабря, 2 декабря партия наша «Единая Россия» празднует свое 15-летие. И в рамках празднования 15-летия мы разработали большой план мероприятий, в который запланировали и работу депутатов общественных приемных партий «Единая Россия», и встречи с юристами, адвокатами, оказания единого дня бесплатной юридической помощи. И круглые стали дискуссионные игры. И вот сегодня мы решили нашу декаду начать именно со встречи с гражданами пожилого возраста, старшего поколения, и подвести итог муниципальной программе «Социальный туризм». Мы хотим подвести итог, рассказать, чем славится эта программа, чем прославилась она, чем была интересна эта программа, узнать мнение старшего поколения, нужна ли эта программа нам в будущем. Проект был разработан еще в 2012 году. Благодаря поддержке главы администрации Бориса Беляева, а также депутатов Совета городского округа, работа была продолжена и составлена долгосрочная программа на 2013-2016 годы. С начала реализации этот проект имел большой успех, отметила директор историко-краеведческого музея Фарида Юсупова. Все эти годы Фарида Кабалжановна, учитывая пожелания пенсионеров, подбирала туры и сопровождала их в поездках. На встрече еще раз посмотрели слайды с фотографиями, вспомнили интересные моменты. За пять лет пенсионеры посетили ряд культурных и исторических объектов нашей республики, России, а также ближнего зарубежья. Если суммировать сейчас за пять лет, то более 560 человек участвовали в этой программе. 14 поездок было. И с года в год все больше и больше желающих. Просто где-то, может быть, страх сидит в далекое путешествие отправляться. Но как только один раз себя переборят и съездят, становится уже 100% туристами с большой буквы. Несколько раз вместе с туристами в экскурсионных турах побывала Делара Синчурина. Как медицинский работник она отмечает, что позитивное настроение положительно отражается на здоровье старшего поколения. Пенсионеры действительно полны сил и энергии. И они считают, что программу необходимо продолжить. Были совершены мною три поездки. Одна была в Уфу, вторая была в дальние зарубежья Казахстана-Астана. И вот совсем недавно мы вернулись из еще одной поездки уже по России. То есть мы побывали в Привожско-федеральном округе в столицах республик наших. Очень интересная поездка. Очень все запомнилось надолго. Я бы ни в жизни никогда не поехала, если бы я не была на пенсии, если бы я не была участником вот этой программы. Поэтому программу надо обязательно продолжить. По этой программе была Павловское водохранилище. Была в Самаре, в Тольятти. И вот последний раз съездила по Среднему, по Волжью. Мне эта программа очень нравится. Почему? Потому что я до этого нигде не была. Потому что, ну, я как многодетная мама, мне не удавалось. У меня ребенок инвалид был. А сейчас дети выросли, и я могу себе вот такую роскошь позволить благодаря этой программе. Нравится. Обязательно. Эту программу, считаю, что нужно продолжить. Наверное, даже необходимо. Потому что люди в этой программе нуждаются. Активные представители старшего поколения решили написать обращение к главе города Борису Беляеву и депутатам Совета городского округа поддержать проект. В завершение встречи пенсионеры обратились к депутатам с интересующими вопросами. В городе прошли масштабные соревнования по плаванию. Центр детского творчества во второй раз собрал под своими знаменами юных и талантливых пловцов. Причем участвовали спортсмены не только с нашего города. Подробнее Константин Меркушев. 24 ноября в бассейне Центр детского творчества состоялось открытое первенство городского округа города Кумертау по плаванию. Уже во второй раз город принимает соревнования подобного уровня. И на этом остановиться организаторы не думают. Эти соревнования проводятся с целью популяризации дальнейшего развития спортивного плавания в нашем городе. Привлечение большего количества детей. Но это возможность юным спортсменам показать себя на таких соревнованиях уже более-менее масштабных. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов. Помимо плавцов нашего города в гости приехали спортсмены из Мельуза, Салавата, Стрелитамака, Зергана и Тавакана. Тренеры соседних городов отметили, что соревнования проходят на высоком уровне. В связи с этим и такое большое количество участников. Только команда из города Салават привезла 69 пловцов. Соревнования по своим масштабам очень крупные. Как вам сказали организаторы, участвует более 180 человек. Ожидаем, конечно, улучшения результата, выполнения разрядов своими учащимися. Ну и, конечно, призовые места. Да, из Салавата приехали две команды. Мы, как всегда, соперничаем на голубых дорожках. Но это нормально. Эти соревнования проходят уже второй год подряд. Нам нравится, мы собираемся на эти соревнования с удовольствием. Дети готовятся к этим соревнованиям. Ну и, конечно, радуются, что выезжает в другой город для участия в соревнованиях. Теперь непосредственно к соревнованиям программа открытого первенства была разделена на две части. Сначала состоялись индивидуальные заплывы. Это мальчики 2005 года рождения и младше, девочки 2007 года рождения и младше. 100 метров комплексного плавания. А также мальчики 2003, 2004 года рождения, девочки 2005, 2006 года рождения. 200 метров комплексное плавание. Во всех видах борьба была разной, но с уверенностью можно сказать поистине спортивной. В некоторых заплывах все решалось на последних сантиметрах дистанции. Так Айдар Алояров, представляющий город Салават, на финише едва не упустил победу в своем заплыве. По словам спортсмена, не получился один из стилей плавания. Дельфин не получился. А почему? Ну, я его больше всего не люблю. Во второй части состоялись эстафеты. 4 по 25 метров и 4 по 50 метров комбинированное смешанное. На дорожку вышли лучшие представители городов. В связи с этим и борьба за победу была боевой. Здесь команда города Кумертау завоевала третье место. В составе Елизаветы Сидоровой, Эвелина Агишевой, Кирилла Соловьева и Тимура Яйкарова. Кирилла Солова. Кирилла Солова. Кирилла Солова. Кирилла Солова. По итогам соревнований состоялась церемония награждения. Призером открытого первенства были вручены дипломы, медали и кубки. В общей сложности пловцы нашего города завоевали три награды. Помимо бронзовой эстафеты, Елизавета Сидорова на дистанции 200 метров заняла первое место, а Евелина Агишева – второе. Немногим более месяц остается до главного праздника Нового года. Городская мэрия еще в марте на сайте госзакупок разместила заказ на приобретение новогодней елки. На этот раз было решено купить искусственную ель. На неделе на площади Советов активно велась установка конструкции праздничного дерева. Предприятие теплосети не одно десятилетие устанавливает новогодние елки в городе. Каждый год глава администрации поручает именно им выполнение данной работы. В этом году мэрией была закуплена искусственная ель высотой 18 метров, состоящая из металлического каркаса конусовидной формы, с нижним диаметром чуть меньше 7 метров. Она состоит из металлического каркаса, вы видите, центральный ствол у нее и наклонные направляющие. Потом в каждое отверстие кольца расположены трубочки, в каждой трубочке там есть отверстие. Там будут вставляться уже искусственные, искусственная хвоя, веточки с искусственной хвоей. И она будет выглядеть, ну вся зеленая, как в крупных городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Уфе такие же елки устанавливаются. И очередь дошла до нашего города Кумертау. Я думаю, она будет замечательной. Точные сроки завершения установки елки пока неизвестны. Но, по словам директора теплосетей Александра Цветкова, планируется закончить работу в самое ближайшее время, чтобы как можно раньше зеленая красавица начала радовать жителей своей красотой и дарить новогоднее настроение. Срок я сейчас не могу назвать конкретный, потому что все это зависит от погодных условий, в первую очередь. Ожидается усиление ветра. При сильном ветре это связано с техникой безопасности. В первую очередь работы мы проводить не будем, потому что и грузоподъемные механизмы свыше 12 метров, работа запрещена на высоте. Несмотря на немалую высоту, а это, напомним, целых 18 метров, конструкция еле соответствует всем правилам безопасности. Ель рассчитана на уличную установку. Вы же видите, вот внизу установлены блоки ФБС. Это общий вес порядка 8 тонн, и она рассчитана на уличную установку, на безопасную эксплуатацию. Кроме всего прочего, для дополнительной безопасности будут установлены четыре растяжки вокруг елки. Разумеется, по новогодней традиции на последнем этапе ель будет украшена гирляндами и другой праздничной атрибутикой. Работа ответственная. Нам самим интересно разобраться в этой ситуации. Гульнас Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Что ж, это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова